Наш эфир продолжает программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый. Добрый. Давайте начнем вот с чего. Идут бесконечные споры о происхождении коронавируса, причем, ну, как-то так интересно разделились мнения, и в значительной части по партийной линии. Как это ни странно. Да, действительно, это поразительно, потому что какое отношение имеет партия. И предотвратительная принадлежность, которая выяснилось, имеет. К тому произошел коронавирус, значит, случайно совершенно с рынка. Изготовлен ли он руками каких-то нехороших дядей, либо в России, либо в Китае, либо в Америке, либо где-то еще Биллом Гейтсом, или он случайно, так сказать, во время исследований, нормальных, чем человеческих исследований, поддержанных всем миром, мы всегда изучаем окружающий мир, случайно был вынесен кем-то из сотрудников этой лаборатории, выехали на волю. Как бы, вот не должно быть никаких по этому поводу партийных, социальных и прочее высказываний. Но вот интересно, что разделились мнения следующим образом. Значит, Коммунистическая партия Китая уже заявила, что версия того, что вирус начался с рынка, то есть морских морепродуктов в Юхане, более не рассматривается. А сегодня утром, вчера вечером, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, подтвердила это и сказала, что они тоже больше не рассматривают версию совершенно натурального такого прихода прямо, так сказать, из мира животных, что он называется, в мир человека. Зато CNN, MSNBC, Washington Post, New York Times, практически все ведущие левые телевидения, Доктор Фаучи, Билл Гейтс, практически все руководство Демократической партии Соединенных Штатов Америки, включая также и эмигрантов, большого количества, так сказать, эмигрантов из Советского Союза, которые поддерживают Демократическую партию, все заявили, что этот вирус пришел к нам и продолжают заявлять. После того, как уже Жимин Джабау написал, что нет, ВОЗ написал, что нет, а они продолжают говорить, что это случайно на рынке, прямо вот от летучих мышей, которые вообще летают обычно на 200-300 метров вокруг пещеры, которые живут, а так они 500 с лишним километров перелетели, оказались на рынке, заразили рынок, заразили всех, и с этого все пошло. То есть, они пытаются выгородить Китай, хотя сам Китай уже говорит, что это неправильная версия. Теперь, откуда действительно, так сказать, оно произошло, насколько мы сегодня это знаем. На сегодняшний день никто из серьезных ученых, я сейчас не говорю о, так сказать, члене Демократической партии, который учился на social science, то есть на то, чтобы помогать людям организовываться в ячейки и таким образом оказывать влияние на общественную жизнь своего города, вот кроме этих людей, которые говорят, что они хорошо понимают в здравоохранении, хорошо понимают в вирусологии и в эпидемиях, кроме них ни одного вирусолога не говорит, что это изготовленный, то есть каким-то образом синженерированный, извиняюсь за кошмарное слово, вирус. Значит, что такое, так сказать, вот изготовленное? Берется какое-то, так сказать, существующее что-то, скажем, так сказать, вирус, и его начинают с помощью всяких прививок, там, каких-то изменений, оказания на него какого-то, так сказать, влияния, пытаться его изменить в какую-то определенную сторону, сращивать несколько вирусов и тому подобное. И вот пока ни один ученый не говорит, что это было сделано. Большинство ученых, которые говорят что-то по этому поводу, говорят, что это вирус, похоже, натуральный, который, может быть, чуть-чуть мутировал, может быть, при переходе от летучих мышей к какому-то посреднику, там, какому-то другому животному, свинье, там, или кому-то еще, он чуть-чуть смутировал и т.д. и т.д. И вот на сегодняшний день это то самое, кстати, сегодня уже есть теория, что в двух вариантах, один более сильный, другой более слабый. Этим можно объяснить, в разные страны попадали разные вирусы, поэтому этим можно объяснить как бы реакцию разную, различных стран на приход вируса. Но очень похоже, что многолетнее изучение этих вирусов, и этого, вообще, коронавирусов, и много их все время изучают, есть много причин изучать. Во-первых, мы, люди, мы пытаемся изучить окружающий мир, во-вторых, мы изучаем все, что может представлять для нас опасность, а в-третьих, мы изучаем все то, что может каким-то образом помогать нам чем-то жить. Мало ли, этот вирус может чем-то помочь, может, так сказать, там, если на него что-то насадить, он будет доставлять куда-то лекарства и что-то лечить. Значит, все время ведутся такие исследования, финансируются Францией серьезно, финансируются США серьезно, Китарем, как мы выяснили, или вообще другими немцами вроде бы тоже. Так вот, много лет тому назад, до 2015 года, так и исследовали величие в Соединенных Штатах Америки, в Институте вирусологии. Далее Конгресс решил, что это слишком опасно, что может произойти то самое, что произошло как раз вот сейчас, и поэтому запретил, где Конгресс может запретить, на территории Соединенных Штатов Америки изучать, так сказать, вообще делить, держать там и тому подобное, некие запасы вот этого вот, этого и других страшных вирусов, против которых у нас пока нет лекарства. Лекарства у нас нет ни против какого вируса, кроме smallpox, как это называется по-русски, я не помню сейчас, но никакой вирус не изжит. Вот все вирусы, которые существуют, пока что лекарства ни против одного из них не нашли, и не нашли, по-моему, если не ошибаюсь, ни сыворотку, ни вакцину, ничего такого, что можно привыть человеку, а он после этого будет невосприимчив к вирусу. Поэтому почему мы считаем, что вот так быстро создадут вакцину против этого, я не знаю. То есть, может и создадут, но просто шансов на это значительно меньше, чем мы думаем, потому что в предыдущие разы все это, HIV тоже не получается ведь, правильно? Вот, мы не можем никак найти, хотя много миллиардов долларов потрачено на это дело. Так вот, вирус этот изучался. В 2015-2016 годах, после запрещения изучения этого на территории США и похожего запрещения во Франции, было решено кем-то там, кем я не знаю, перенести эти исследования в Китай. Китайцы совершенно нормально относятся к тому, что там 100, 200, 300 миллионов человек в муле от, никого не волнует. Как говорил Мао, если даже погибнет половина населения нашей страны, но мы победим, все равно это великая и замечательная победа, радостная. Так вот, тогда у него жило 600 миллионов человек, то есть, он говорил о смерти 300 миллионов человек, у него была бы эта радостная победа. А сравните с Израилем, в котором нету парадов и радости по поводу выигрыша в войне. В Израиле у нас там поминают погибших, потому что считают, что любая война, любая эпидемия, это ужасно. Их надо везти, но ничего не поделаешь, войны я имею в виду, когда на тебя нападают. Так вот, значит, перенесены были исследования в Юхань, в Китай. На строительство этого института французы задали какую-то очень большую сумму, я слышал там до уровня 300 миллионов, но я честно говоря думаю, что это где-то нолик лишний, ну скажем, 30 миллионов, а не да. А Соединенные Штаты Америки, вместо того, чтобы, как раз у доктора Фаучи, вместо того, чтобы уничтожить все то, что как бы запретили исследовать, они просто запаковали это в контейнеры, отправили в Юхань, и вроде бы даже порядка 20 специалистов, американцев, которые этим занимались, переехали временно, там, на год, на два в Юхань, чтобы заканчивать свои исследования и передавать, так сказать, исследования китайцам. На то, чтобы вот они поехали туда и занимались этим, Фаучи из фондов, которые есть, значит, у него, выделил 3,7 миллиона долларов, значит, на, по-моему, 4 года, для того, чтобы вот эта программа перешла из американских и французских рук в руки китайские. То есть, иными словами, мы уже знаем, что в районе 12-го года штамм вот этого самого коронавируса на 93,5% такой же, как вот, ну, там, мутации происходят, поэтому немножко меняется. То есть, на 93% похожий на штамм сегодняшний, тот, который в Америку пришел, был уже у американцев, был у французов, так сказать, был у китайцев. В 2016 году мы знаем, что они вели исследования по этому поводу, значит, и мы знаем, что в 2018 году аташе по науке США в Китае по просьбе консулата, который находится в Юхане, поехал в Юханский институт, ну, так сказать, так, мы вкладчики, то мы имеем право проверять, что там происходит, и написал совершенно разгромное письмо о том, что там не соблюдаются всякие протоколы, что вирус может убежать, что люди там не могут этого, не уничтожают то, не закрывают двери, я не знаю, там, есть куча протоколов, потому что вот то место, в котором изучают такие смертоносные вещи, должно быть очень гораздо защищено хорошо. Оно не было хорошо защищено. Ну, так сказать, я не знаю дальнейшую судьбу, я думаю, что китайцев переправили это письмо, или там, так сказать, нашу просьбу что-то сделать, но мы знаем, как коммунистические власти относятся к таким просьбам буржуев-капиталистов. В общем, в финале то, что как бы считают те люди, которые не участвуют в игре политической, и никаким образом не имели отношения к юханским исследованиям, потому что у этих людей есть какие-то свои там интересные 20 копеек, которые они хотели бы вставить. Они считают, что просто, так сказать, некая, причем известно уже из разведок, то есть 5 разведок, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Британия сделали совместные доклады, обменяли сведения, из этого доклада понятно, что была некая лаборантка, то, что у нас называется младший научный сотрудник, которая работала, которая была на веб-сайте, у которой был свой, так сказать, веб-сайт, социальная медиа, которая, судя по всему, и была тем самым, значит, человеком, как они говорят, пациент 0, то есть тот пациент, который человек, который перенес из лаборатории на чем-то, что она вынесла, одежда ли это, кожа ли ее, собственно, какая-то вещь, там, записки, бумажки, мы не знаем. Она вынесла это из юганского, значит, центра, и заразился ее бойфренд, который работал, если не ошибаюсь, или поставлял что-то, но вот этот самый рынок от него, собственно, и пошла вот эта цепочка, почему и решили, что с рынка сначала она пошла. Значит, косвенным подтверждением, что она это она, и она, так сказать, с ней это и произошло, является то, что в один прекрасный день информация о ней полностью исчезла с сайта, как института, так и полностью, так сказать, закрылись все ее социальные вот эти вот, значит, ее там всякие нетворк, что же называется, сети, участие там, где она была в фейсбуке, там, или там, на чем-то еще, я не знаю. Далее, трое из врачей Юханя, значит, работники Юханя, попытались в разное время по разным, так сказать, каналам оповестить окружающий мир, что вырвался вот этот вирус. Один человек пропал, вообще пропал, второй сидит в тюрьме, третий, не помню, что с ним произошло, но он заткнулся. И вот как раз доклад этих, называли его «пять глаз», пяти разведок, значит, показывает, что у них есть копия распоряжения Министерства здравоохранения в Юханский институт, размноженное, переданное всем сотрудникам Юханя, что если они что-либо будут говорить вообще о том, что происходит в институте, то будет серьезная уголовная ответственность. А в Китае очень все легко с уголовной ответственностью, там судят не очень долго, не наймешь 10 адвокатов и не пойдешь в прессу жаловаться. Значит, иными словами, очень похоже, что, что я бы сказал так, на сегодняшний день мы думаем, что это там, так сказать, 90% вероятностью случайно вынесен вирус, и после чего он прошелся по рынку, потом по Юхане, а потом, так сказать, начал идти по Китаю, по всему окружающему мире. В чем же у нас конфликт с Китаем? Ну, не потому, что они делали исследования, мы все делаем исследования, они имеют право их продолжать и продолжать их дело. Не потому, что у них так получилось, что не очень хорошая, так сказать, защита, хотя, ну, скажем, это может вниться там в какую-то там вину, но не является причиной того, что весь мир стоял бы на ушах и кричал, что Китай, так сказать, подвел нас под вот этот вот кошмар, который сейчас происходит. Проблема в том, что в течение двух месяцев после того, как на Западе стало известно, что есть какая-то инфекция, какое-то заболевание, какая-то эпидемия, Китай врау совершенно отчаянно и говорил, что, во-первых, она значительно слабее, чем в действительности, во-вторых, никто не умирает, это похоже на сезонный грипп, третье, что было вполне возможно, что он не похоже на сезонный грипп, я не знаю, значит, третье, это что оно, и вот это основная претензия к Китаю, что вот это вот, оно не передаётся через воздух, просто, так сказать, от общения от человека к человеку, что это должен быть, там, плотный контакт, так сказать, и д-д-д-п, так сказать, не знаю, там, руку пожать, или там, обняться, или плюнуть, или там, не знаю, все же угодно дело, а поесть, и выпить из одной, там, arrюбки, и д-д-д-д-д-д-д-д, но никак вот людям, как-то не передают поэтому собственно и все страны которые выпускать в этот момент начали интересоваться что такое там в китае происходит не обратили на это особого внимания и не стали предпринимать тех мер предосторожности которые были стали принимать если бы знали что имеется воздушное вот такое распространение то есть когда мы разговариваем у нас изо рта вылетают такие капельки в воздухе пузыречки до которые висят как выяснилось там по сейчас могу ошибиться но что-то в районе того 16 минут они висят в воздухе а потом начинают опускаться то есть был кто-то там чихнул через 5-10 минут вы там оказались вдохнули и вы получили полную порцию того что этот человек искать из себя вычеркнул это происходило уже экспода таскать последние полтора миллиона лет либо если мы смотрим на библию то значит 6700 лет но тем не менее вот нам не рассказали что вот этот вот это вот инфекция распространяется инфекция вот это вот вирус распространяется вот таким образом поэтому целый ряд стран том числе англия и япония соединенные штаты америки предъявляют претензию китаю что из-за их обмана мы не вооружились потому что как говорили когда-то римляне кто предупрежден тот вооружен мы не вооружились мы не были предупреждены и происходило все то же самое что происходило с чернобылем когда брали 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 что привело вот так сказать последствиям которые мы сегодня знаем я сразу считаю что больше истерики чем в действительности там есть но тем не менее вот та истерика в которую мы вошли мы вошли потому что китай проделал то что он проделал и трамп пытается добиться на правды а все перечисленные выше искать мои все юные там фаучи вирусологи которые там работали демократическая партия и тому подобное они утверждают что это придумал трамп для того чтобы отвести внимание американской публики от того как ужасно кошмарно и любой другой буду сделал это лучше он встретил вот эту самую пандемию эпидемию называйте как угодно да и еще cnn постоянно обвиняет трампа в том что он не прислушивается к мнению экспертов в качество у нас по науке да и в качестве эксперта на панель по обсуждению коронавируса и все что вокруг этого происходит cnn пригласила грету танберг выполнить эту наверно сегодня уже 17-летнюю девочку ролик спи она большой эксперт по глобальному потеплению в по мнению cnn она является ведущим экспертом по корона вирусу все что вам нужно знать об экспертах а cnn их рассказах а что касается китая министерство иностранных дел заявил о том что китай произвел атаку кибератаку на государственные учреждения и на научные исследовательские учреждения учреждения которые занимаются изучением как раз вот разработкой вакцин там медицины и так далее все что связано с проектами с изучением коронавируса и как этому противостоять это буквально вчера по вам заявление было сделано ну и отношение между китаем и сша трамп вообще заявил о том что не исключает возможность прекращения всяческих отношений с китаем то есть некое противостояние идет и если я не ошибаюсь за последние десятилетия это единственный президент который открыто говорит о том что китай ведет себя ненадлежащим образом как торговый партнер и как государство которое ворует чужую собственность интеллектуальную и пытается этому противостоять я думаю что после никсона который как бы открыл китай и предложил всякие китай условия взаимоотношений для того чтобы оторвать китай от советского союза что тогда было мудрым шагом никогда на китай не сыпалась столько шишек сколько сыпется сейчас сыпется то есть решительного президента к огромному сожалению в ноябре у той стороны будет возможность искать отобрать у нас вы вынуть этого президента из белого дома полностью сдаться питаю как сегодня мы уже знаем без всякого сомнения сдаться путину который просто помогал как выяснилось совершенно ли трампа красный оборот хиллари клинтон выиграть уже есть документы с этим связанные доклады цру и того подобное то есть мы мы можем оказаться в ситуации когда во главе а во главе нашей страны находятся люди как для которых а другие страны скажем нелегальные мигранты люди которые живут там в гималаях не знаю где воде собой и того подобное значительно важнее ближе и нужнее чем свое собственное население которое работает зарабатывает деньги делает америку великой и и они собираются вот эту часть населения его они собираются просто дарить а когда-то как сказала маргарит татчер как мы все знаем когда-то деньги у тех кого дают и молоко оканчивается и тогда начинают заворачивать гайки вот именно против этого мы и пытаемся протестовать давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся обязательно продолжим никуда не уходить возвращаемся в программу ли он ваннштейна голос здравого смысла телефон студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если у вас будут вопросы к леону пожалуйста звоните и задавайте ли он сегодня в нижней палате конгресса должны проголосовать hero act так по моему они его назвали аж героические 3 триллиона долларов из которых 200 миллиардов намечено на поддержку малого бизнеса но в основном конечно судя по тому что 60 раз упоминается в этом законопроекты диспенсеры по продажу по продаже марихуаны вот скорее всего туда и будут направлены эти 200 миллиардов ну конечно для того чтобы купить голоса избирателей там предусмотрено 1200 долларов чек каждому искать включая всех нелегалов там 20 30 миллионов неважно от статуса иммиграционного ну и триллион долларов так сказать на оплату грехов особо одаренных губернаторов и законодателей штатов такие как калифорния иллинойс и нью-йорк ну я думаю что это это я бы сказал это еще более отвратительно чем чем раньше они делали до этого сказать не могу потому что к сожалению делался очень много отвратительных шагов эти каждый раз когда мне говорят а почему ты ругаешь только вот и говоришь гадость и только демократической партии я а настолько ошарашен тем что демократы делают что наверное у республиканцев тоже есть чего-то но размах и и и ужас того во что они вгоняют страну демократа настолько ошарашивает на столько ошеломляет что я я просто не остается времени даже посмотреть чего кто-то другой чем занимается а сегодня мне позвонил такой очень уважаемый человек бывшие судья наш калифорнийский который баллотировался в свое время на вице-президента либертарианской партии он сейчас через неделю будет баллотироваться на председателя партии либертарианцев национальной все американской и позволил мне он знает что это сказать я ушел из партии знает почему узнает потому что я сказал что я хочу за трампа голосовать там искать и тому подобное что я не вижу честно говоря политической таскать политической возможности сейчас третьей партии искать влезать и не дай бог отнимать голоса от кого-то он мне позвонил я знаю все твои причины и прочее но ведь надо что-то делать надо объединяться каким-то образом это какой-то ужас что делают демократы как они пытаются у нас это при том что он никогда он пытался всегда сказать не выходить за рамки этого демократии в порядке он против всех мы в этом партия отдельные прочее мы можем и что они делают с нашими свободами это уже разговор не о партийной борьбе идет идет разговор о том будем ли мы жить как америка или будем ли мы жить как какое-то государство из которого ведь ты приехал ведь я ведь к тебе звоню хочу спросить скажи мне это те напоминает твою страну я говорю к огромному сожалению это совершенно точно то что медленно происходит чтобы довести америку до состояния либо советского союза либо фашистской германии либо чего-то еще не знаю только единственное что что в советском союзе строили интернациональный так называемый социализм который назвали коммунизм а здесь строят то что так сказать муссолини предлагал национальный хотят построить национальный социализм сказать они хотят делать его глобализмом но тем не менее он фашизм называется он говорит ну слава богу мы с тобой на одной волне я к чему это рассказываю потому что люди которые даже участвуют политических бандитской борьбе в играх там и прочее да они совершенно ошарашены тем каким образом у нас отнимают наши свободы но самое большое чем они ошарашены это как половина америки легко это воспринимает это конечно все правильно иначе же мы все заболеет то есть хватит для того чтобы отнять всю свободу американцев оказалось у не у всех естественно сказать слава богу есть достаточно много у которых спрятано оружие или там на стене визиты которые не хотят его отдавать особенно это в центральной части америки калифорнии то есть вот таких меньше значительно вот и люди говорят это какой-то ужас то что с нами происходит сегодня или все твои которые приехали из союза понимают это и советского я покраснел и говорю что к сожалению нет он как это может быть они же ехали сюда за свободу я и те которые ехали со свободой они переживают те кто ехали сюда за ковришкой они не переживают потому что все что они хотели они хотели ту же раздачу то же самое что было советском союзе только чтобы обертки были лучшие по вкусу было вкуснее вот и все давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире я не в эфире мне просто заставка телефон человека которого вы в эфире а если вы хотите узнать телефон вам следует позвонить 847 480 00 23 480 00 23 пожалуйста в общем понимаете с одной стороны я в принципе понимаю людей которые получив там 1200 вот им пообещают еще 1200 вплоть до 6000 на семью я понимаю что они не откажутся от этого они рады этому потому что людей поставили за тем отказа людей поставили в ужасные условия те кто работал потерял работу а сейчас они получают гораздо больше чем они зарабатывали многие получают гораздо больше чем они зарабатывали с учетом дополнительных 600 долларов из федерального бюджета значит неплохо себя чувствуют люди которые получают деньги из бюджета многие из них не ходят на работу и в то же время зарплата идет бенефит и все идут замечательно конгресс хрен забил на работу сидят по домам получают конгрессмены по 174 тысячи пилоси получая 223 с половиной тысячи им плохо хотя для них это копейки но им тоже сладко то есть таким образом они зарабатывают популярность они зарабатывают голоса но он 30 миллионов малых бизнесов из которых наверное половину никогда больше не восстановится это люди которые строили свой бизнес и многие из этих бизнесов как я уже говорил по моему сегодня это не бизнесы которые приносят огромные прибыли у людей там скопились колоссальные деньги это не большие бизнесы который что называется купил себе работу меньше зарплаты да и все этих людей вышвырнули за борт лишили жизни то есть вот там тенденция которая была при обаме когда сокращался средний класс потому что средний класс всегда являлся врагом лево радикалов потому что это более или менее независимая часть населения им есть что терять вот при обаме он сократился на несколько процентов хотя в каждом выступлении обама его подельники говорили о том что они борются за средний класс и готовы жизнь положить они сократили средний класс а тут одним махом практически уничтожили весь средний класс значительная часть людей потеряла возможность себя обеспечивать и будут будет вынуждена сесть на пособие государства но государство ведь у него карман ты не бесконечный то есть очередные три триллиона где эти деньги взять есть два пути занятию китая един это единственная страна у которой которая может себе позволить занимать деньги покупать наши бумажки фантики обязательства или повысить налоги то есть те люди которые сегодня наслаждаются вот этим чеком в 1200 долларов ждите завтра повышение налогов на недвижимость а я знаю что и в вашем штате и в нашем штате налог на недвижимость уже запредельный а поскольку в местную казну деньги не поступают то единственным источником будет повышение налогов и пожизненно будете платить эти 1200 долларов на сегодняшний день долг нашего фрикин правительства в нашем штате уже по на наши плечи бросил по 60 тысяч на каждого жителя то есть каждый житель нашего штата должен заплатить шестьдесят тысяч чтобы покрыть долги медиганов притскеров шмидскеров и прочие этой банды а вот это было до того как вся эта бодяга произошла но опять же это все продолжается и когда это закончится я думаю ну после выборов скажем так если гипотетически предположить что байден выиграл выборы но это из области фантастики конечно гипотетически я думаю что этот карантин сразу же будет отменен на следующий день ну а потом вдруг начнутся победы на всех фронтах и и победили и то есть и вакцину из и вакцину изобрели и вакцину изобрели и приняли закон о вакцинации борьба там между байденом условно говоря и бурни сандерсом борьба началась между радикальной частью демократической партии и то что они называли умеренные для меня умеренные тоже достаточно были радикальные ну ладно так сказать там одни чуть радикальная другие очень радикальны и вот значит байден выиграл на самом деле потому что даже в демократической партии все-таки они решили что то что предлагает значит так азия кортес предлагает байден предлагает это самая сенаторша элизабет воррен там и тому подобное это все-таки слишком для них радикально потому что двигаться в сторону вот такого открытого социализма с честным открытым фашистским лицом все-таки народ не хотел и вот байден который ну там с достаточной степени случайно с моей точки зрения она не вытащила этот фантик он остался сказать потому что он был самым известным для черных он был самым известным человеком всех поэтому они автоматически за него голосовали внутри партии и он поэтому выиграл значит он остался и он как бы умеренное крыло выиграла теперь что делает байден который я сейчас не хочу перечислять если кто-то попросит я перечислил все глупости которые вынесет чай глупости которые говорю последнее время и выдавал но что он делает вот позавчера он приглашает александру оказию кортес которая составила совершенно бредовый новый как у нас хватит не угриндил до новое зеленое новое зеленое соглашение значит в котором она предлагала посадить все самолеты пока не нашли новую энергию перестать выпускать американские автомобили потому что там есть в двигателе внутреннего сгорания там ну и тому подобное сказать не хочу сейчас даваться подробностей абсолютно ахинея он ее приглашил пригла пригласил к себе в как бы в свою группу подготовки вот захвата президентства а в качестве мало того что эксперта руководителя а группы которая называется всемирное потепление по были всемирное похолодание не поняли мы что сейчас у нас на повестке дня всемирное изменение климата а и разрабатывать методики каким американское правительство будет отвечать на изменение климата и тому подобное то есть пол полный хана полный конец американской промышленности вот я я сижу и думаю вот человек который победил в демократической партии даже в демпартии потому что он не казался таким сравним с другими не казался таким крайне оголтелым выиграв он берет к себе оголтелых я понимаю смысл так сказать мол типа который им руководил тогда значит чтобы не потерять их голоса а слава богу мне кажется слава богу а джит мысль о том что он из-за этого потеряет голоса огромного количества людей в пенсильвании где добывают уголь а а газетность картес требует что вы прекратили немедленно всю добычу угля то есть я не помню богу сталь изготавливается на угле да то есть надо и сталь перестать изготавливать значит прекратить практически прекратить фракинг когда говорит значит в штатах северная дакота и монтана с моей точки зрения больше никто за них голосовать не будет там в детройте кто же будет голосовать за человек который сказал что закрыть все изготовление американских автомобилей а вообще тот кто в туристической индустрии или просто хочет куда-то летать или живет на гавайях и дай бог да как они могут голосовать за них потому что они собираются всю гражданскую авиацию посадить до того момента как не будет изобретен новый вид топлива вот вот я я я я я настолько ошарашил вот вот этим всем бредом что я просто не понимаю как на это я все время ошарашил что-то делают я ошарашил департия поддерживает китай капитальских коммунистов в борьбе с республиканской партией правда у них есть на самом деле у них есть большой опыт свое время значит оставшийся в живых тот самый геннеди в сенате лев сената когда он пытался бороться за номинацию в демократической партии он послал своего друга сенатора томи в россию с заданием встретиться с руководством кгб комитета государственной безопасности и предложить взаимодействие между кгб и демократической партии америки для недопущения роналда регина на второй срок так что в конце концов таскать у них уже есть такой хороший опыт это я не придумываю это все есть документы этом есть картер послал этого самого режиссера к полу в каны с предложением советским советскому кинематографа понятно что это все кгб вот чтобы советские сделали целый ряд фильмов о том как хорошо живется в советском союзе на эти фильмы будет приклеено что и сделал копола а картер обеспечит показ по всем каналам совершенства америки и европы а сделают от сетском союзе а написано будет что сделал копола то есть мы знаем что демократы в принципе готовы достижения каких-то своих целей продавать страну мораль там все что угодно опять же может и республиканцы это делают но вот но не знаю я таких случаях с республиканцами поэтому я совершенно в очередной раз ошарашен но не ошарашен я очень надеюсь что возможно больше людей узнают о том что казиа кортес является потенциально министром в правительстве у этого самого у байдена и она еще будет руководить каким образом америка будет отвечать на дикую опасность которая называется потепление и похолодание или что-то еще такое и значит вот останавливать паровозы поезда а что там еще ходит на на топливе мы абсолютно правы в этом смысле и если я не стану оспаривать вашу точку зрения по поводу почему байден они берни но я хочу добавить как в качестве добавления значит на самом деле если вы слушаете слушали периодически высказывания байдена то он недалеко ушел от лево радикального крыла демократической партии в принципе в принципе у что у левого крыла у лево радикального крыла что у основной так сказать мейнстрим у них идея одни и те же на самом деле они в принципе согласны друг с другом и в бау байдена в программах проскакивать те же идеи которые пропагандируют кортес который пропагандировал может с небольшими так сказать изменениями с небольшими вариациями еще одной причиной почему все-таки вытянули байдена они сандерс стал номинантом потому что как в свое время трамп представлял угрозу не только для демократов но и для истеблишмента республиканской партии они это понимали вы помните после выборов трампа 43 конгрессмена сразу свалили ушли на пенсию так вот точно такую же опасность для эстеблишмента демократической партии представлял барни сэндерс он мог поломать всю сложившуюся систему потому что он внесистемный и все эти сотни и тысячи людей пригревшихся на своих тепленьких местечках могли эти местечки потерять то есть у них идеи одинаковые но он представлял некую угрозу для истеблишмента и именно поэтому клейборн вытянул полумертвого байдена во время выборов вы помните он его индорса там огромная в супер вторник так называемый на котором байден набрал огромное количество голосов а до этого у него компания практически умерла у него и денег не было и он там плелся в хвосте в самом я думаю что это тоже послужило поводом почему они сделали выбор в сторону байдена может быть примем телефонный звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемый леон скажите пожалуйста удастся ли республиканцев в фенате остановить этот кошмар который и пелоси на них спускает ну в смысле чтобы оставить в этом биле только помощь бизнесу спасибо большое нет в этом нельзя его менять значит есть два способа первый это вообще его не принять голосованию что может сделать руководство сената второе это поставить на голосование и провалить а третье это создать встречный так вот и президент и руководство сената республиканская заявила что то что то что представляет пелоси тоже сегодня они будут голосовать это мертворожденный проект абсолютно просто пиар то есть для того чтобы показать какие мы хорошие прочее что демократы прекрасно знают что ни один нормальный человек тоже республиканец не будет за это голосовать у них есть проблема со своими так называемыми умеренными демократов уверенно те которые находятся в тех регионах районах которые это сказать то туда то сюда то в сторону демократов то сторону республиканцев то есть разница очень маленькая и боятся что если они проголосуют за то так сказать какие-то язык людей обидятся то вот эту бредятину которую они голосовали за поэтому у них там свои какие-то проблемы есть нет но ответ такой нет ничего нельзя изменить это просто нет и все точка одно одна фраза произнесенная пелоси дает мне основание полагать что у этого законопроекта есть второе дно или так сказать вариант б она сказала что вот этот законопроект который мы представили и будет являться правной точкой для переговоров с республиканцами другими словами они загрузили туда все что возможно все идеи лево радикалов за всю предшествующую историю в надежде что либо республиканцам деваться будет некуда и наша страна превратится плавно в фашистскую либо республиканцы скажут нет и тогда все эти проститутки на cnn msnbc вашингтон пост нью-йорк таймс 24 часа 7 дней в неделю будут рассказывать американцам о том что демократы страдают всей душой пелоси не спит ночами думает о том как бы помочь бедным американцам оказавшимся в сложной ситуации выдать им чеки по 1200 долларов поддержать малые бизнесы которые закрыты заботятся о их здоровье а вот эти проклятые республиканцы заботятся только о своем благополучии плевать они хотели на вас вот именно я просто считаю что и все понимают это жале и так и так вот все это говорить и делать поэтому это данность из интересного это что за последние две недели одно маленькое отступление мы имеем выборы которые у нас непрямые да то есть то количество людей которые голосуют не всегда приводит к тому что большинство выбирает президента у нас есть 50 государств каждым из которых происходят выборы и эти государства уже представляют по какому-то своему там так сказать виду так как они это считают какое-то количество выборщиков и те уже голосуют за президент вот есть некоторое количество штатов которые безусловно эти штаты какие-то штаты которые демократические какие-то штаты которые республиканские там разрыв такой большой там как калифорнии там 70 плюс 3 против 30 что практически их можно считать сто процентов в колодке у демократ те штаты в которых неизвестны и можно выиграть и выиграть называются так сказать штаты battleground states то есть штаты которые представляют себе боевое поле вот поле битвы так вот трамп выиграл в шестнадцатом году на том что он ввел к полному ошарашиванию демократов целый ряд штатов из штатов которые точно были демократические перевел их вот в поле битвы и часть из них выиграл теперь значит все прекрасно понимают что существует всего там где-то 8 наверное на сегодняшний день штатов из которые если у них там они качнутся влево то будет левое правительство если качнутся вправо будет правое правительство и тому подобное то есть выборы у нас идут по большому счету не в уже определившихся штатах а только в неопределившихся для чего все это рассказываю вот их на сегодняшний день считается восемь может стать семь может стать одиннадцать искать все туда-сюда целебие измеряют на сегодняшний день восемь так вот за последние двенадцать дней в этих восьми штатах качнулась количество процентное соотношение между байденом и трампа во первых мы знаем совершенно точно что часть людей которые голосуют за трампа не любят об этом вообще говорить но считайте считать что все люди честно отвечали и того две недели тому назад за байдена было пятьдесят один или пятьдесят с половиной а за трампа было сорок четыре остальные говорили не знаю значит вот прошло две недели и по по моему тому же cnn-овскому и бисе полу то есть опросу качнулась на шесть очков на 6 процентов значит у трампа сейчас пятьдесят два а у байда на сорок шесть два процента говорят что не знаю то есть иными словами что бы они не делали не говорили а народ после первого шока и непонимания того что с этим коронавирусом произошло понимает что трамп пытается вернуть их обратно на работу вернуть в нормальную жизнь а те кто во главе их штатов особенность тех штатов которые руководят демократы всеми силами пытаются не дать людям выходить на работу и зарабатывать деньги вот я думаю что это и произвело вот этот самый 6-процентный скачок из одной колонки в другой абсолютно то есть народ еще не оболванен значительная часть населения еще не не растеряла здравый смысл и будем надеяться что так оно и будет огромное спасибо леон до встречи в следующий раз до свидания а